В 1337 году между Англией и Францией началась война, пожалуй, самая длинная в европейской истории. Она продолжалась, то почти затихая, то вновь разгораясь с прежней силой, больше ста лет и закончилась лишь в 1453 году. В историю эта война вошла под названием Столетний. Из-за чего же началась Столетняя война? Чего добивались воюющие? В 1328 году умер последний французский король из династии Капитингов. Прямая линия наследования прервалась. О своих правах на освободившийся престол немедленно заявил английский король Эдуард III, который по материнской линии был внуком Филиппа IV Красивого. Он рассчитывал создать из Англии и Франции единое государство под властью английской короны. Естественно, это требование не понравилось французским сеньорам. И на основании одной из статей солической правды, согласно которой наследование по женской линии было запрещено, они объявили притязания Эдуарда III незаконными. Корону Франции принял другой близкий родственник Филиппа IV, его племянник Филипп Валуа, Филипп VI. Были у Столетней войны, кроме династических планов английского короля, и другие причины. Французские короли, например, хотели завершить процесс объединения страны под своей властью, и в этом им очень мешали остатки английских владений в Эквитании с центром в городе Бордо. Английские короли, напротив, стремились вернуть себе все французские владения, которые в свое время растерял Иоанн Безземельный. Кроме того, давние споры у Англии и Франции были из-за графства Фландрия. На бумаге оно числилось вассалом французских королей, но с Англией у него сложились более тесные связи. Дело в том, что ведущей отраслью производства во Фландрии в то время было сукноделие. Сукны из Фландрии славились на всю Европу. Самое же лучшее сырье, отборную овечью шерсть, мастера закупали именно в Англии. Поэтому горожане Фландрии постоянно сопротивлялись попыткам французских королей окончательно подчинить себе графство. А Англия всемирно им в этом помогала. Словом, война между Англией и Францией назревала давно. Для ее начала требовался только повод. И когда Филипп VI в мае 1337 года объявил, что лишает Эдуарда III его аквитанских владений, Эдуард III объявил Франции войну. Началась она с явных успехов англичан. В 1340 году в море у побережья Фландрии недалеко от Слейса англичане разгромили французский флот, потопив почти 200 кораблей. В этом сражении впервые показали себя знаменитые английские лучники. Они расстреливали команды французских кораблей еще до того, как те успевали подойти достаточно близко, чтобы начать абордажный бой. Высадившись в Нормандии, англичане заняли ее и начали продвижение к Парижу. Следующее крупное сражение с войском французского короля состоялось 26 августа 1346 года у Креси. Против 9 тысяч англичан выступила 30-тысячная французская армия. Казалось бы, исход битвы был предрешен заранее. Но далеко не всегда численное превосходство на войне – залог успеха. Немало зависит от искусства полководцев, боеготовности войска, дисциплины, организации взаимодействия подразделений. Как оказалось, в этом англичане намного превзошли французов. Французское войско было организовано по старинке. Фактически это была не единая армия, а множество рыцарских отрядов, каждый во главе со своим сеньором. Королю они практически не подчинялись. Каждый рыцарь сражался, как в старые времена, сам за себя, стремясь стяжать личную славу и нисколько не обращая внимания на то, что происходит вокруг него. Кроме рыцарей, во французском войске было много наемников-пехотинцев. Рыцари презирали их, относились к ним свысока и даже не помышляли о том, чтобы как-то согласовать с ними свои действия. А в армии англичан царила железная дисциплина. Войском командовал сам Эдуард Третий. Все рыцари подчинялись ему беспрекословно. Лучники-пехотинцы, набранные из свободных крестьян, были хорошо обучены и вооружены. Искусный лучник, а английские лучники были очень искусны, мог выпустить 5-6 стрел в минуту. Четко было налажено взаимодействие между пехотой и конницей. Рыцари не чурались крестьян-ополченцев и в случае необходимости спешили к ним на помощь, а лучники, в свою очередь, всегда готовы были поддержать рыцарей своими стрелами. Кроме того, англичане очень хорошо подготовились к сражению, учтя особенности местности. Фланги их войска упирались с одной стороны в густой лес, а с другой в крутой обрыв, что исключало возможности окружения. А перед фронтом находился длинный пологий склон, на котором французы были видны как на ладони. В результате первая же атака французских рыцарей, вынужденных подниматься вверх по открытому полю, к тому же размокшему после недавнего дождя, захлебнулась под ураганом стрел английских лучников. В панике отступая, рыцари топтали своих же пехотинцев, едва начавших занимать позиции. В результате битвы французы потеряли убитыми треть своего войска – 10 тысяч пехотинцев, полторы тысячи рыцарей и среди них 11 принцев. В сражении при Креси англичане впервые применили огнестрельные орудия – мортиры. Хотя они были еще очень несовершенны и опасны для своих воинов не менее, чем для неприятеля, часто взрывались во время выстрела, они произвели на современников огромное впечатление. Становилось ясно, что традиционные рыцарские войны, в которых исход битвы часто решался поединком, бесповоротно уходят в прошлое, уступая место массовым сражениям с участием больших армий. Продвижение англичан вглубь Франции продолжалось. Вскоре был осажден порт Кале. Здесь англичане впервые столкнулись с серьезным сопротивлением. Горожане Кале выдерживали осаду почти год. Напрасно ждали они помощи от своего короля и в конце концов вынуждены были сдаться. Эдуард III был так разъярен длительной осадой, что предложил жителям покоренного города выбирать либо английские войска разорят и сожгут Кале дотла, либо шестеро самых уважаемых его граждан будут казнены. И шесть знатных горожан добровольно согласились принять смерть. Однако английская королева, пораженная их стойкостью и мужеством, уговорила мужа пощадить их. Практически все население Англии одобряло войну, ведь она приносила богатую добычу. Победа казалась близкой, но в 1348 году до Франции и Англии добралась величайшая в истории эпидемия чумы – «Черная смерть». Она началась год назад на юге Италии. В один из тамошних портов пришел торговый корабль с востока. В его трюме оказались крысы-разносчики заразы. Чума быстро охватила Италию, а затем перекинулась на соседние страны. Люди в панике покидали вымирающие города, но это лишь способствовало распространению болезней. Умерших от чумы не успевали хоронить. До 1350 года, когда эпидемия пошла на убыль, в Европе умерло 25 миллионов человек – практически треть населения. И англичанам, и французам надолго стало не до войны. Тем не менее, стычки между ними продолжались вплоть до 1360 года, когда было объявлено перемирие. До того, как это случилось, англичане одержали еще одну победу, сыгравшую большую роль в развитии дальнейших событий. Расширив в результате успешного наступления свои владения на юге Франции, Эдуард III поставил туда наместником своего сына, принца Эдуарда. Это был умелый полководец, прославившийся еще в битве при Креси. Идя в бой, принц Эдуард надевал черные доспехи и поэтому был прозван Черным Принцем. Из-под властной ему Аквитании он время от времени совершал со сравнительно небольшим отрядом набеги на северные области Франции. Когда в сентябре 1356 года он возвращался из одного из таких походов, у города Пуатье его настигла французская конница. Командовал ею сам король Франции Иоанн Жан II Добрый. В отряде Черного Принца было немногим более 8 тысяч человек, в основном пехотинцев, рыцарей было всего около 3 тысяч. Армия Иоанна II насчитывала более 20 тысяч человек, то есть в четверо больше, чем у англичан. Эдуард Черный Принц, видя такое неравенство сил, решил сдаться. Он предложил Иоанну II всю свою добычу и пленных для того, чтобы ему с отрядом дали уйти на юг, в Аквитанию. Иоанн II отказался принять капитуляцию. Отряду Черного Принца оставалось только драться. Эдуард умело организовал оборону. Он занял позицию в виноградниках, спрятав за изгородями и кустами своих лучников. Оттуда они спокойно расстреливали французскую конницу, которая храбро, но неорганизованно бросилась в узкий проход между изгородями. Французы и без того действовали несогласованно. А когда среди них под тучами английских стрел воцарилась совершенная сумятица и неразбериха, с фланга неожиданно ударила конница Черного Принца, довершая разгром. Около четырех тысяч французов, весь цвет рыцарства были перебиты. Еще две тысячи человек, в том числе сам король Иоанн и его сын Филипп, взяты в плен. Плененный король позже был доставлен в Лондон. Англичане потребовали за него в качестве выкупа баснословную сумму – два с половиной миллиона ливров. При Пуатье Франция практически потеряла армию и лишилась короля. Это было не просто поражение, это был позор. В 1360 году Англия и Франция заключили перемирие. Англичане контролировали практически весь юго-запад Франции. Король Иоанн II был выкуплен, но в 1364 году добровольно вернулся в плен, после того, как от англичан сбежал один из его сыновей, остававшийся в Лондоне заложником. В том же году Иоанн II умер. Сменивший его на французском престоле Карл V, не зря получил прозвище «Мудрый». Он действительно был очень умным и образованным для своего времени человеком. Он основал Королевскую библиотеку, приказал перевести на французский язык сочинения Аристотеля и Блаженного Августина. Но помимо этого, он показал себя также разумным правителем, тонким дипломатом и неплохим полководцем. Карл V воспользовался перемирием, чтобы укрепить свою власть и провести в армии реформу. Все горожане в обязательном порядке обучались военному делу. В 1369 году военные действия возобновились. Главнокомандующим своей армией король назначил незнатного рыцаря Бертлана Дюгеклена, пожаловав ему титул графа. Дюгеклен не умел ни читать, ни писать, но зато был необычайно талантливым полководцем. Ему удалось создать в армии централизованное командование, ввести жесткую дисциплину. Рыцарской коннице он предпочитал отряды наемных пехотинцев, а открытым сражением внезапные нападения из засады. К 1380 году французы под командованием Дюгеклена практически полностью вытеснили англичан с юга Франции. В 1396 году было объявлено новое перемирие. Теперь владения англичан во Франции были даже меньше, чем до начала войны. Под их контролем остались лишь пять портовых городов, в том числе Кале. Перемирие продолжалось 28 лет. И все это время англичане ждали удобного момента, чтобы возобновить войну и вернуть свои владения во Франции. Битва при Пуатье стала последней каплей, переполнившей терпение простых французов, крестьянства и небогатых горожан. Уже давно, с самого начала войны, видя поражение своих сеньоров, они роптали, ведь дело рыцарей защищать страну, так же, как дело крестьян пахать землю. И вот оказывается, что с этим своим основным делом рыцари не справляются, проигрывая одну битву за другой и отдавая все больше земель в руки неприятеля. Причем проигрывали они армии, состоявшей в основном из пешего ополчения, то есть таких же крестьян, только английских. Военные действия наносили и прямой ущерб сельскому хозяйству. Солдаты грабили крестьян, сжигали деревни. Причем этим занимались не только враги англичане, но и свои, французы, среди которых было, впрочем, немало иностранных наемников, которым король не мог заплатить за службу. Зачем же платить сеньорам оброки, отрабатывать на них барщину, если они не могут даже защитить своих крестьян? Положение крестьян и горожан и без того было незавидно. Население после чумы уменьшилось, упали цены на продовольствие, собрать деньги для уплаты оброка становилось все труднее. А после битвы при Пуатье оброки были значительно подняты, сеньорам нужны были деньги на выкуп короля из плена. Все это привело к тому, что в 1357-1358 годах глухое недовольство горожан и крестьян переросло в открытые восстания. В 1357 году восстали горожане Парижа. Их возглавил богатый купец, глава Парижского самоуправления Этьен Марсель. Восставшие требовали прежде всего, чтобы все новые налоги и целесообразность их расходования утверждались генеральными штатами. Повстанцы избили королевских чиновников, уничтожили налоговые документы, ворвались даже в королевский дворец. Так как король Иоанн был в плену, государством тогда управлял дофин, наследник престола Карл, будущий король Карл V Мудрый. Чтобы выиграть время, он согласился с некоторыми требованиями восставших, а сам бежал из Парижа и стал спешно собирать армию для подавления восстания. К маю 1358 года ему удалось окружить город. В это самое время на северо-востоке Франции вспыхнуло необычайно мощное восстание крестьян. Его называют Жекерия. Это название происходит от презрительного прозвища, которое сеньоры дали крестьянам. Жак Простак. Восстание продолжалось всего полмесяца, но охватило почти всю северо-восточную Францию. В нем приняли участие около ста тысяч человек. Крестьяне громили замки феодалов, убивали рыцарей вместе с их семьями, не щадя ни женщин, ни детей. Жаки говорили, что хотят истребить всех господ и сами стать господами. Сеньоры, защищаясь, действовали не менее жестоко. Жаки истреблялись тысячами. После подавления восстания их вешали на дверях их же домов. Один из повстанцев, Гильом Каль, немного знакомый с военным делом, пытался организовать из разрозненных крестьянских отрядов армию и повел ее к Парижу на помощь Этьену Марселю. Однако по пути он столкнулся с большим отрядом рыцарей, которым командовал король Наварры Карл Злой. Гильом Каль занялся своим отрядом оборону, но сражения не произошло. Карл решил действовать хитростью. Он пригласил Гильома Каля в свой лагерь на переговоры, а когда тот пришел, положившись на честное слово рыцаря, схватил и казнил его. Лишившись предводителя, восстание было легко подавлено. В это же время парижские богачи предали и убили Этьена Марселя. Дофин Карл с триумфом вернулся в Париж. Крупные выступления крестьян и горожан, недовольных постоянными военными поражениями, ростом налогов и притеснениями со стороны феодалов, были подавлены. Однако результатом этих восстаний во Франции стало ускорение процесса освобождения крестьян от личной зависимости. Не лучшим образом складывалась обстановка и в Англии. Особенно после 1369 года, когда английская армия стала терпеть от французов одно поражение за другим и, в конце концов, вынуждена была практически полностью уйти из Франции. В 1347-1350 годах свирепствовала чума. Черная смерть выкосила почти треть населения Англии. Цены на продовольствие, как и во Франции, падали, а оброки и налоги росли, королю нужны были деньги на ведение войны. Помимо повышения налогов, король специальным ордонансом, изданным в разгар чумы в 1349 году, запретил наемным работникам требовать за свои услуги плату больше, чем до чумы. Естественно, что это распоряжение короля вызывало их недовольство. В народной среде появились проповедники лоларды, которые осуждали жадность и жестокость баронов, доказывали, что все люди должны быть равны. Самым известным из этих проповедников был Джон Болл, бывший сельский священник, лишенный сана и отлученный от церкви. Он призывал к отмене церковной десятины, уравнению сословий, справедливому переделу имущества. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?» спрашивал в своих проповедях Джон Болл. В 1376 году он был арестован и заключен в тюрьму, но и оттуда передавал на волю письма своим последователям. В мае 1381 года по деревням северных графств Англии разъезжали, как обычно, королевские сборщики налогов. Но на этот раз крестьяне отказались им подчиняться. Через несколько дней восстанием была охвачена почти вся северная и восточная Англия. Восставших возглавил сельский ремесленник, бывший солдат Уот Тайлер. Через некоторое время повстанцы освободили Джона Болла. Уот Тайлер и Джон Болл организовали из разрозненных крестьянских отрядов армию и повели ее на Лондон. По пути повстанцы грабили поместья, сжигали списки повинностей, убивали феодалов, священников и вообще всех, кто отказывался правильно откликаться на их пароль. «Ты за кого?» спрашивали крестьяне встречных. Нужно было ответить «за короля Ричарда и верные общины». Крестьяне действительно верили в короля, считали, что он оградит их от произвола своих чиновников и баронов. Они шли в Лондон для того, чтобы предъявить королю свои требования, отменить все феодальные повинности, все законы, ограничивающие плату наемным работникам и провозгласить равенство всех англичан, кроме короля. Бедные горожане Лондона открыли ворота Уотту Тайлеру и его людям. Ворвавшись в город, они громили суды, дворцы придворных короля, дома купцов, особенно иностранных. При этом восставшие не грабили их. «Мы не воры и разбойники», говорили они. Ценные вещи просто сжигались или топились в темзе. Крестьяне жгли сборники законов, судебные протоколы, налоговые списки, королевских придворных чиновников, судей безжалостно убивали. «Все законоведы, все, кто умеет писать бумаги, должны быть обезглавлены, где только их найдут», кричали глашатые Уотта Тайлера на площадях и перекрестках Лондонского Сити. Архиепископа Кентерберийского повстанцы схватили прямо во время богослужения вытащили из церкви и отрубили ему голову. Наконец, повстанцы расположились под стенами замка Тауэр последнего оплота короля в Лондоне. Король Ричард II, которому в то время было всего 14 лет, не побоялся сам встретиться с Уоттом Тайлером. Преклонив колени, Тайлер просил короля просил короля отменить все феодальные присяги и повинности так, чтобы никто не должен был никому служить, иначе, как по своей доброй воле и по договору. Король обещал исполнить это требование и приказал крестьянам расходиться по домам. Часть повстанцев послушалась его и покинула Лондон. Но самые решительные во главе с Уоттом Тайлером остались в городе. Вскоре Уоттайлер снова встретился с королем. Но на этот раз он не стал на колени, а лишь слегка поклонился и пожал королю руку как равному. Он предъявил королю новые требования отобрать все земли у сеньоров и церкви, разделить их между общинниками и уравнять в правах всех так, чтобы не было больше сеньоров и вилланов. Король пообещал и это. В этот момент мэр Лондона, возмущенный тем, как непочтительно обращается к королю Уоттайлер, объявил его арестованным. В ярости Тайлер ударил мэра кинжалом в живот. Но под одеждой на мэре была кольчуга и он не пострадал. Вынув свой меч, он нанес Тайлеру два удара. В рядах повстанцев началось замешательство. Часть из них обратилась в бегство. Наиболее стойкие подхватили своего раненого предводителя и отнесли его в находившуюся неподалеку больницу для бедных. Мэр со своим отрядом ворвался туда, приказал вынести Тайлера на улицу и обезглавить его. После этого восставшие в замешательстве бежали из Лондона. Вскоре был схвачен и повешен их второй предводитель Джон Болл. Восстание было жестоко подавлено. Не было деревни, где не стояла бы виселица. Ричард второй специальным указом отменил все данные крестьянам обещания. Однако рабочие законы пришлось все-таки смягчить. Были у восстания и другие положительные для крестьян результаты. Отменена барщина, упрощена процедура выкупа на волю. В течение следующего столетия все крестьяне Англии постепенно сделались свободными. Арендная плата, которую они вносили хозяевам земли за право пользоваться своим участком, была строго оговорена и не могла быть произвольно изменена. Таким образом, хотя восставшие и не добились исполнения всех своих требований, в результате их выступления положение крестьян в Англии существенно улучшилось. В 1380 году умер французский король Карл V Мудрый. Престолу наследовал его 12-летний сын Карл VI. Разумеется, реальную власть во Франции захватили его влиятельные родственники дядя герцог Бургундский и двоюродный брат герцог Орлеанский. Они постоянно боролись между собой за место у трона и влияние на короля подростка. В 1380 1878 году достигнув совершеннолетия Карл VI объявил, что теперь будет править самостоятельно. Он отстранил своих родственников от власти и приблизил к трону советников отца. По всему было видно, что он собирается продолжить дело Карла V. Но этому не суждено было сбыться. Всего через 4 года в 1392 году его поразило безумие. Управлять страной он больше не мог. Вражда между придворными группировками бургундского и орлеанского герцогов вспыхнула с новой силой и переросла в междоусобную войну. Сторонников герцога бургундского Иоанна Бесстрашного называли бургиньонами или бургундцами, а сторонников герцога орлеанского по имени одного из его ближайших помощников графа Бернара Арманьяка Арманьяками. Поэтому война между ними была названа война бургундцев и Арманьяков. Вверх брала то одна, то другая сторона. Войной была охвачена огромная территория. Бедствие народу эта междоусобица приносила не меньшее, чем война с англичанами. Кстати, англичане не оставались в стороне. Они оказывали помощь то Арманьякам, то бургундцам, пока в конце концов не остановили свой выбор на герцоге Бургундском. Он к тому времени овладел почти всем севером и востоком Франции. В 1415 году молодой английский король Генрих V решил, что у него уже достаточно сил, чтобы продолжить открытые военные действия во Франции, а французы наоборот достаточно измотаны длящейся больше 20 лет гражданской войной. И в устье сены высадилась английская армия. Французские войска встретили англичану деревни Азенкур близ Кале. Бернардю Геклен уже 35 лет как лежал в могиле, а полководца подобного ему во французской армии не оказалось. И почти в точности повторилась история давних битв при Креси и Пуатье. Умело организуя взаимодействие рыцарской конницы и лучников пехотинцев, англичане наголову разгромили численно превосходящую их французскую армию. Теперь англичане вместе со своим союзником герцогом Бургундским начали наступление на Францию с севера. Через несколько лет герцог Бургундский захватил Париж и перебил почти всех оказавшихся там арманьяков. Безумный король Карл VI оказался послушной марионеткой в его руках. В 1420 году он подписал с Генрихом V унизительный для Франции договор. Генрих V женился на дочери Карла VI и был объявлен регентом, временным правителем Франции и наследником французского престола. И это несмотря на то, что уже был законный наследник, родной сын Карла VI дофин Карл, будущий Карл VII. В 1422 году оба короля, сначала Генрих V, а вслед за ним и Карл VI, неожиданно скончались. На севере Франции под властным англичанам и бургундцам королем был объявлен годовалый сын Генриха V, Генрих VI, а на юге, куда англичане и их союзники не проникли, Карл VII. Он избрал своей резиденцией город Бурж. События развивались в целом благоприятно для англичан. Чтобы начать победоносное наступление на юг Франции и подчинить себе всю страну, им оставалось лишь взять хорошо укрепленный город Орлеан, находившийся как раз на границе между их владениями и еще непокоренными землями. В 1428 году английская армия начала осаду Орлеана. Хотя жители Орлеана сопротивлялись стойко, Карл VII и его приближенные были в отчаянии. Оказать осажденным какую-то существенную помощь они были не в состоянии. Было ясно, что рано или поздно город не выдержит и падет, и тогда дорога на юг будет для англичан открыта. Казалось, спасти Францию может только чудо. И чудо произошло. По Франции уже несколько лет ходило пророчество, что спасти ее суждено не мужам военачальникам, а деве. И в марте 1329 года в замке Шинон, где тогда пребывал Карл VII, появилась одетая в мужское платье девушка, заявившая, что она и есть та самая дева, которой богом суждено избавить Францию от захватчиков. Звали ее Жанна. Она требовала встречи с королем или дофином Карлом, как она называла его. Карл, которому было нечего терять, согласился. По легенде, Карл встретил Жанну, затерявшись среди толпы пышно разодетых придворных, а на трон посадил переодетого пажа. Он хотел испытать ее, действительно ли она ясновидящая, как о ней говорят. Но Жанна безошибочно определила, что главный в этом зале именно он, невзрачный молодой человек лет 25, небольшого роста, в стареньком заношенном камзоле. Она решительно приблизилась к нему и преклонила колени. Жанна оказалась простой крестьянской девушкой. Ей не было еще и 18, но она отличалась находчивостью, живостью ума и превосходной памятью, а главное, была твердо убеждена, что избрана Богом для спасения родной страны. По ее словам, вот уже несколько лет ее посещали в видениях архангел Михаил, святая Екатерина и святая Маргарита. Они убедили ее, что ей суждено спасти Францию и восстановить власть законного короля. С большим трудом преодолела Жанна расстояние между своей родной деревней Дом-Реми и замком Шенон. Для этого ей пришлось в сопровождении нескольких поверивших ей людей пересечь земли, занятые бургундцами. Карл решил, что присутствие Жанны в войсках, которые он собирался послать на помощь Орлеану, не повредит, а может быть даже воодушевит солдат, ведь многие из них верили в пророчество о Деве Спасительнице. Поэтому он распорядился изготовить для Жанны доспехи, дал ей отряд рыцарей и разрешил отправиться в Орлеан. Она прибыла туда в конце апреля и первым делом отправила командующему английской армии письмо, в котором предлагала добровольно снять осаду и покинуть французскую землю, заплатив при этом за причиненный ущерб. Англичане только посмеялись над этим письмом. Тогда начались военные действия. Воодушевленные присутствием Жанны, которая сама принимала участие в сражениях, подавая пример поразительного бесстрашия, защитники Орлеана сражались со всем жаром на какой были способны. Сама Жанна во время одной из вылазок была ранена в плечо, но не покинула поле битвы. Всего через 10 дней, 5 мая 1429 года, англичане вынуждены были снять осаду с Орлеана и отступили на север. Для Франции это был триумф. Первая крупная победа за полтора десятилетия. Простые французы, крестьяне, городские ремесленники, давно павшие духом, теперь поверили, что победа возможна. Более того, что она зависит от них. Ведь Жанна орлеанская дева, как стали ее называть, одна из них, крестьянка. Теперь королю не было нужды платить деньги воинам-наемникам. Под знамена Жанны тысячами стекались добровольцы. Мелкие рыцари, крестьяне, горожане, они горели желанием освободить страну от гнета англичан и бургундцев. Своей главной целью они видели восстановление власти законного наследника престола, каким считали дофина Карла. Жанна прекрасно это понимала. Понимала она и то, что Франции нужен настоящий король, а не дофин. А настоящим король Франции по многовековой традиции становился только после коронации, которая непременно должна была состояться в соборе города Реймса. Поэтому, вернувшись после победы при Орлеане ко двору Карла, Жанна стала настойчиво убеждать его короноваться в Реймском соборе. Карл долго не мог на это решиться, ведь Реймс находился в глубоком тылу бургундцев. Однако, в конце концов, он внял уговором Жанны и некоторых своих придворных, которые считали, что уставшие от гнета бургундцев население поддержат войска Карла, и они не встретят на пути в Реймс серьезного сопротивления. Так и произошло. Города сдавались практически без боя. Карла и его войска приветствовали как освободителей. 17 июля 1429 года в Реймском соборе состоялась коронация. Дофин Карл стал королем Франции Карлом VII. Во время церемонии Жанна в сверкающих рыцарских доспехах стояла рядом с Карлом, держа в руках королевское знамя. В знак благодарности король пожаловал Жанне дворянский титул. Отныне она стала именоваться Жанной Д'Арк. Но это мало тронуло Жанну. Почести ее не интересовали. Гораздо больше она была благодарна королю за то, что он освободил от налогов жителей ее родной деревни. Слава Жанны продолжала расти, и чем больше она была, тем менее благосклонно смотрели на выскочку королевские придворные, слишком популярна Жанна была в народе. Пока что она верна королю, но кто знает, что может случиться завтра, Жанна могла стать опасной. И поэтому, когда она отправилась в поход на Париж, король по совету своих приближенных не стал оказывать ей поддержку. С Жанной остался лишь небольшой отряд. Во время одного из сражений мая 1430 года Жанна попала в плен к бургунцам. Карл VII решил не выкупать пленную. Ее выкупили англичане и предали суду инквизиции. Чтобы опорочить Жанну в глазах народа, ее успехи решено было приписать вмешательству дьявола. Была создана комиссия из верных бургунцам и англичанам епископов и профессоров богословия Парижского университета. Всеми силами они пытались сбить девушку с толку, формулируя вопросы таким образом, что почти любой ответ, каким бы он ни был, позволил бы им обвинить подсудимую в ереси. Но, вопреки ожиданиям ученых судей, неграмотная девушка с легкостью обходила все расставленные ей ловушки. Иногда судьям казалось, что действительно сам Бог помогает Жанне. Некоторые из них даже прониклись к ней сочувствием. По крайней мере, применить к ней пытки, обычные для инквизиции, они так и не решились. И объявить Жанну в ереси им не удалось. Тогда ее обвинили в колдовстве и ношении мужской одежды. тридцатого мая 1431 года на главной площади города Руана при большом скоплении народа Жанна д'Арк была сожжена на костре. Через много лет, в 1456 году, король Карл VII распорядился пересмотреть дело Жанны д'Арк. Почему он это сделал? Одни историки утверждают, что его мучила совесть за совершенное некогда предательство, другие, что это был чисто политический шаг. Ведь пока приговор суда инквизиции оставался в силе, получалось, что король обязан своим троном колдуньи, пособницы дьявола. Правы, скорее всего, и те, и другие. Во всяком случае, приговор был отменен, Жанна д'Арк полностью оправдана. Спустя еще почти 500 лет в 1920 году католическая церковь причислила ее к лику святых. Несмотря на казнь Жанны д'Арк и развернутые англичанами одновременно на севере и на юге наступления, переломить ход войны в свою пользу им так и не удалось. Теперь англичанам приходилось иметь дело не только с французской армией, но и с населением всех деревень городов Франции война приобрела всенародный характер. Впервые все французы, вне зависимости от сословий, к которым они принадлежали, почувствовали себя единой нацией, объединенной общими интересами и властью законного короля. Даже герцог Бургундский покинул своих союзников англичан и перешел на сторону Карла VII. Население Парижа восстало против захватчиков. В 1436 году Карл VII с триумфом вступил в древнюю столицу Франции. Король пользовался безоговорочной поддержкой народа. Это позволило ему ввести новые налоги, необходимые для создания и содержания постоянной армии. Теперь рыцарские отряды уже не были основой французского войска. Новая армия под командованием короля и при поддержке всего населения страны, шаг за шагом, город за городом вытесняла англичан с французской земли. В 1453 году пал их последний оплот город Бордо в Аквитании. Столетняя война закончилась. Лишь Порт-Коле еще около ста лет оставался под властью английской короны. Порт-Коле